так приветствую вас на своем канале будем делать такую процедуру на телефоне poco x3 pro повышать 13 версии на 14 то есть уже будет не и 12 вот как видите android а 13 предыдущих видеороликах я ролики я понижал 14 версии русской на глобальную 13 вот если кому интересно посмотреть в предыдущем видеоролике в этом ролике я уже хочу повысить 13 версии глобальной на 14 версии глобальной чтобы уже 13 android буду я повышать с помощью программы официальный так как официально через мобильный через мобильник именно poco x3 pro не получилось здесь можно зайти выбрать файл прошивки нифига не прокатывает и так ложим наш телефон в сторонку на вот наши прошивки так нужно мне поменять вид вот у нас фазбуд это через рекавери прошивка так ссылки в описании откуда я брал данные прошивки ссылки будут в описании под видео эти вот именно на на прошивке с помощью официальной программы буду прошивать пробовать не знаю получится или нет все увидим вместе с вами вот данная программа шести поделать установку постоянно почему-то делают установку нажимаем сюда уже телефон должен там перезагрузиться сначала в рекавери зайти потом фазбуд эти у нас выяснили ошибка ошибка что нам нужно сделать затем настройки сюда щелкать здесь пока мы не станем разработчиками что такое но быстрей ты быстрее все мы стали разработчиками дальше идем в расширенные настройки самый низ для разработчиков ищем наши пункты тронажа нужно нам вот оплатка по usb включаем как всегда здесь секунды идут а просто не включишь включили окей окей дальше дальше установка через узи пускай это будет тоже и вот последняя галочка наша что ж ты с камерой эта камера подводит далее опять вот это все дело процедуры нужно дождаться принять вот отладка отладка от отладка до сюда откат по usb настройки безопасности вот первая галочка из основная вот это откат по usb так все мы сделали сразу же вот видите автоматически он определяет телефон телефон на 5 положили в сторонку кто не включается так вынимаю еще то есть бешку как перезапустим данную программу еще запускаем ее так сюда нажимаем сам не знаю честно получится или нет так все у нас функции включены которые нужны вот так новый кабель и вот пошла опять загрузка вот все загрузилась как положено телефон вложим сторонку нажимаем сюда смотрим что с телефона будет происходить заодно уже зашел фазбуд так галочка у нас есть 2 есть загрузка пошла телефона здесь видите есть функция тоже разблокировать но через эту функцию мне не удалось разблокировать данный телефон постоянно вылетала ошибка так мы телефон загружается сейчас вот видно замочек что он открытый данный телефон уже разблокируем загрузчик то есть разблокируем но мы будем установить не поставлю официальную прошивку откладка по идее включена все остальное включена пока нажимаем сторонку так здесь у нас дальше не через это меню а вот через это посмотрим что произойдет там вроде бы тоже должно сейчас должен перейти меню фазбуд пока ничего не происходит с телефоном все нормально вот она вот вот она так это я прошу закрываю вот видите можно здесь на стабильно опять по-новому прошить можно вернуться к русской и кускай возвращаться мы не собираемся пойдем по пункту вот этого официал ром файл вот раз попробуем нашу выбрать прошивку именно фазбуд овску вот рекавери то есть где меньше памяти в 3 7 гигабайт а вот 5 3 это точно фазбуд потому что я знаю помню какую именно качала убираю и его же заказа короче не прокатилась будем про через вас будешь вас будет это точно удаляться все ваши данные так дальше вот запоминайте это коннекцион коннекцион ну и посмотрим что сейчас будет происходить а вот оно что идет распаковка самой прошивки ждем саму распаковку телефон пока не вырубился вот он все нормально вот уже пару секунд осталось для так вот прошивку прошивка излечена я так понимаю телефон что-то произошло телефон перешел вот такой режим фазбуд автоматически я ничего никаких кнопок абсолютно ничего не нажимал все это делает сама программа ну повторяется знакомые символы английским прошивка модема флешинг чё-то тут дсп я в английском совсем плохо такие стандартные слова знаю с youtube делит и так далее все тоже перевожу с помощью переводчиков которые находятся онлайн через яндекс или google вот тоже кстати вот ждал ждал смотрю на спицы на английском а что там не фиг я поймешь тоже через рекаверы как шил жду жду она вот так вот точки бегают и ничего не нету вот что плохо кстати его что происходит и точки бегут никаких процентов тебе ничего ну как бы непонятно что происходит когда закончится не времени не отчета ничего как бы ну немножко неудобно и так я тут отошел не дождался ну где-то может минут 10 прошивал всем наверно ну как бы это немного ну и смотрим выскочил наш долгожданный смайлик что типа все хорошо улыбается смотрим что с телефоном произошло просит активацию как всегда так как мой телефон и так и так так и так и так так ну что осталось убедиться в том что мы все сделали правильно настройки вот уже радует global 14 1 ну что вот оно свершилось чудо к чему это долго и шел 14 версия микс не ружа стоит выйти микс android 13 все великолепно просто обалденно так я уже подал пользовался 14 опять видите скрытая функция у нас закрытые как открыть еще раз напоминаю вот как нужно делать с челком по так дополнительные функции подключены написала ви все выбрать файл прошивки скачать полную версию эта версия считается как бы не доделанной но вроде бы вроде бы но куда лучше чем русская версия это я должен блин я уверен и естественно сделаю так проект обновления посмотрим а вдруг вылезет они там не найдены все это последняя версия и естественно дальнейших видеороликах я сделаю обзор если найду какие-нибудь ошибки принципе миссия выполнена буду восстанавливать свои приложения и все остальное это уже не важно на этом я буду заканчивать процедура удалось я доволен но вы смотрите сами напоминаю еще раз вы будете если будете делать по моей инструкции со своим телефоном будете делать все на свой страх и риск всем спасибо за просмотр если кому помог поставьте жирный лайк подпишитесь обязательно на канал и не пропускайте дальнейшие видеоролики и предыдущие тоже есть у меня предыдущие видеоролики по обзорам именно про коку x3 pro данное видео тоже было по как прошить poco x pro с 13 версии глобальной на 14 версию глобально а в предыдущих видеороликах не роликах а ролики было понижение 14 версии русской на 13 глобальную с помощью официальных приложений но без разблокировки загрузчика ничего не удалось но это ничего страшно там буквально минута и ваш загрузчик разблокируется официальным приложением не знаю как там разблокирую разблокировали другие блогеры писали что нужно то ли ждать чуть не 10 дней не знаю данной процедуры я разблокировал загрузчик куда быстрее принципе на этом все всем спасибо за просмотр и пока пока и